Друзья, не забываем ставить лайки и подписываться на канал. Привет, ребята, с вами Антон, и мы продолжаем проходить The Suffering Tasted Date. Уже у тебя есть что-нибудь? Меня устроит любая дурь, лишь бы вставляла. Наркологи. В принципе, их можно понять тоже. Хорошенько шернуться, чтобы забыть всю эту луку. Так, мы как-нибудь можем так дырочку? Дурь-дурь, мне нужна дурь быстрее. Опа. Ой-ой-ой. Я отсюда не выйду. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Идите, Мак. Тогда до каждого года я испарился в свой город. Папа себя не спасёт! Я покажу им! Папа, иди! Роткнись, Мак. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! И свалим отсюда, Мак. Ну, наконец-то... Дурь хотел сказать, что всё стало отлично. А тут он такой. Э, приятель. Окей. Э. Цель уничтожена. Мы в этом убедили. Давайте подменяем. Какого следа? Вали подсюда! Ты получил пакет? Если его нет, то дано сделать остериться! Думаешь, не говоришь? Давай, пора уходить. Мы давно должны быть в доках! Всё чисто. Больше делать нечего. А-а-а... Ой-ой-ой-ой! Куда? Всё? Чёрная точка... И ещё... Точка... И ещё одна... Мама... Ой-ой-ой-ой-ой... Мама... У меня есть ответ, идите во мне! Что за багас? Ай, всё тело болит... Ой... Идите сюда, я всё вам расскажу! Мама... Куда ты ушла? Мама... Твоя ярость доставляла одни неприятности идти. Из-за неё наша жизнь нарушилась. Дела семьи пошли под гору, а потом троги вперёд. Значит, Блэкмар угрожал Кармен? Да, серьёзное преступление. Он здесь. Клэкмар? Здесь? Покажи мне эту поганую свинью. Я его ещё никогда не видел. Эй, я знаю твою жёну. Классная цыпочка. Я бы от неё не отказался. Слышал, что она не против. Ну, Жейк, следи за базаром! Это мой бар, и если ты не хочешь вылететь отсюда, не обижай моих друзей! А это твой пацан Кори? Я продал ему дурю. Он сказал, что она помогает ему забыть. Что ты сделал с моим сыном? Твоя жена шлюха. Откуда ты знаешь, что это твой сын? Насилие тебе к лицу. Чёрт, Дорк! Теперь придётся отмывать с пола его мозги. Он легко отделался. Не двигаться! Быстро на пол! В чём дело? Какого чёрта здесь делает полиция? Снимите с меня эти браслеты! Вы взяли не того парня! Лучше проследите за этим ублюдком Блэкмаром! Это его задница должна быть старикшоткой! Я же говорил, что ты не сможешь уйти. Интересно, что теперь скажет наша леди? Офигеть, вот это приход! Эй, Дорк! Ты меня слышишь? Я вижу тебя через окно, дружище! Я на крыше бара! Сам можешь посмотреть! Вот, решил посоимствовать рацию одного из друга! Знаешь, они ведь охоту на тебя устроили! Выходи сюда! Сейчас приду! Отчёт Гарви! Так, на какую там клавишу? По-моему, на эту, да? Фух! Так... Я уже забыл как... А, всё, вспомнил! Вспомнил! О! Отчёт Гарви! Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе... Детский дом Гарви. Отчёт о состоянии ребёнка. Биологические родители не указаныс в связи с постановлением суда. Дата рождения... 12 марта 1974 года. Похоже, дело Торка, да? Дата прибытия в детский дом 23 декабря 1977 года. Дата написания отчета 7 августа 1984 года. Прибыл к нам в очень юном возрасте и столкнулся с враждебным отношением других детей. Его инстинктивной реакцией было физическое насилие, склонность к которому обоснована трагическими событиями в начале его жизни. Часто рассказывает о высоком человеке, который приходил к нему в дом. Что нас очень беспокоит, так как здесь к нему никто не приходит. Блин, пипец вообще, какая-то мистик прям. Давайте умоемся. За техники сюда надо. Причем такого хорошего. Погоди, братюня. Опа. Гранатомет, да? Давайте выстрелим разочек. Погоди, я не отходил. Погоди, я не отходил. Погоди, я знаю этих типов с пушками. Они не станут выяснять враги или нет. Погоди, я туда пойду. Ай, ты что ж ты творишь, ты торг. Давно я тебя ждал. Мы заберем вас с собой, все будет хорошо. Мы так долго бежали. Эти люди нас защитят. Подземная дорога? Рабы не могут бежать вечно. Пойдется. Ах ты. Погоди, но на самом деле ты и понятия не имеешь. Что тут добыть? Ой, что же за тварь-то? У каждого есть свой запах. Офигеть. Твой запах, а не не гасается. Да что-то. У каждого есть свои инструменты. Но у меня... Да как так? Четыре мажу. Наконец-то. Пипец. Тебе нравится убивать моих собак? Конечно. Они уродливые. Отвратительные. Когда они учуют след, их уже ничто не остановит. Моё ружьё их остановит. У каждого есть свои инструменты. Только у меня они живые и голодные. Чё надо делать? Ты думаешь, знаешь всё об охоте? Но на самом деле ты и понятия не имеешь. Что значит твои добычи? Тебе нравится убивать моих собак? У каждого есть свой запах. Чё-то как-то всё по... Свой запах они никогда не забудут. По кругу пошло. По-моему, да? На. Когда они учуют след, их уже ничто не остановит. У каждого есть свои инструменты. Только у меня они живые и голодные. Нет. Так, чё надо делать? Немножко непонятно. Ты думаешь, знаешь всё об охоте? Но на самом деле ты и понятия не имеешь. Что значит добычи? Здесь надо что-то сделать, не? Тебе нравится? Ну да, точно. Мы были в безопасности, а теперь мы почти... Всё время бежать. Я устал. Они такие голодные, их ничто не остановит. Не думаешь, идёт за нами. Ты слышишь? Берёмся! Вперёд! Это будет пасть туда! Это он! Он здесь! Валим! Валим! Вошёл, один в руки и пошёл! У нас нет времени! Быстрее! Срезайдина! Валим, 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 валим! Ждёт у них! Орбатник! Мочи! Сделайте из них всё один в глаза! Убейте всех! Бог разберётся! Да что ж закрыть-то! Многие Pareider просто мерзутся, мужики! Ладно. Так, по-моему, тут где-то ТМП-шка. Ну да, вот этот автомат хороший. Супер. Так, и что дальше? Как быть? Что делать? Давайте-ка сохранимся. А, нет, что сохраняться-то? Вниз надо идти. Ой-ой-ой-ой. Тихо. Опять канализация. Ой-ой-ой. Тихо. Чёртовые ублюдки. И видел, что случилось? Я не обращаюсь с нами, как с собаками. Нас же хуже. Эм. И? А, во. Ты справился. Теперь мы в лабиринте и отправляемся на поиски Минотавра. Я не могу сдвинуть эти ворота. Да, по-моему, они заперты. Подожди-ка. Иди, Торк. Встретимся позже. Пипец, блин. Я думаю, сейчас только завалят. Послушай меня, парень. Ты сам вляпался в это. За всем этим стоял Блэкмар. Кармен, Кори, Малкольн. Он ко всему приложил руку? Скорее всего, это он убил всех. Ты прожил жизнь во тьме. Пора поломать эти устои и разобраться с тем, что сделал тебе Блэкмар. Так, а что здесь интересного-то вообще? Походу, ничего, да? Окей, выходим отсюда. А-а-а, вон оно что. К счастью, у нас сейчас оружие гораздо лучше тех ППШ. И самое время проверить архивов. Прострел. Это чудовище обладает человеческим телом, которое выглядит так, словно в него много раз стреляли из ружья. Особенно сильно повреждена голова. Его ноги напоминают паучьи. Кроме того, в них встроено какое-то огнестрельное оружие. Кажется, словно это чудовище олицетворяет собой тех преступников, которые разгуливают по улицам Балтимора, убивая людей за малейшую провинность. Торчок. Это некая разновидность существ, виденных в Карнете. Внешне он напоминает наркомана из самых бедных районов Балтимора. Его поведение не отличается разнообразием. Он бросает медицинские шприцы во все, что движется. Анализ показал, что в каждом из его шприцев содержится уникальная наркотическая смесь на основе героина, которая способна мгновенно убить практически любого человека. Стрелок. Это существо очень похоже на те, что мы видели в Карнете. На его спине находятся винтовки. К тому же он способен выскакивать из-под земли, что производит неизгладимое впечатление, учитывая его размеры. В истории Балтимора было несколько случаев появления тварей с винтовками для подавления восстаний горожан. Интересно, имеет ли стрелок какое-то отношение к тем делам? Не знаю. Мучитель. Это одно из немногих чудовищ, которые не имеют человеческого скелета, кроме ужасного черепа. Он был назван мучителем за свою манеру убивать тех, кого увидит. Он способен до смерти преследовать жертву и постоянно жаждет человеческой плоти. Их появление всегда сопровождается видением человека огромного роста, который, возможно, был их хозяином. Крот. Города построены на костях тех, кто работал и умирал при строительстве подземной инфраструктуры. Кроты привыкли к условиям окружения, как и те рабочие, и способны выживать в самой опасной среде. Они движутся под землей с огромной скоростью. Как именно это происходит, до сих пор не выяснено. Особенно если учесть, что им приходится преодолевать самые разные по плотности материалы. Отлично. Туннели. Как и под любым достаточно старым и большим городом, под Балтимором находится разветвленная система туннелей. Срок их использования давно вышел, и многие конструкции находятся в аварийном состоянии. Находиться там опасно для жизни, но многие эмигранты, большей частью из Ирландии, были вынуждены их ремонтировать, так как другой работы для них не было. Говорят, что их предсмертные крики до сих пор слышатся из-под земли. Старая станция. Рабовладельческий штат Мэриленд отделял мир рабства на юге от мира свободы на севере. В штате было множество железнодорожных станций. В одном из таких мест в Балтиморе жил охотник на рабов Копперфильд. Жители города рассказывали, что Копперфильд улыбался, спуская своих собак на беглых рабов, и смотрел, как свора заживо пожирала беспомощных людей. Значит, от этого гиганта зовут Копперфильд. Линчевание. Даже самый неопытный переговорщик подтвердит, что разбушевавшегося человека успокоить можно, но утихомирить разъяренную толпу не сможет никто. Еще 80 лет назад в Балтиморе на угловой улице ярость толпы всегда заканчивалась кровопролитием. Но все это осталось в прошлом, и никто уже не помнит, в чем была вина преступников. Толпа сама решает, виновен он или нет. Исправительная тюрьма в Восточном Балтиморе. Исправительная тюрьма Балтимора была предназначена для содержания опасных преступников. В течение 50 лет ей управляли жестокие начальники, воспитавшие не менее жестоких тюремщиков. В конце концов в тюрьму попал преступник по имени Блэкмор, который преподал им всем урок. Его жестокость превысила жестокость его надсмотрщиков. Майлз – лучший друг Ти. Он умен и, по-моему, дружелюбен, но слишком часто попадает в неприятности и тянет Ти с собой. У него есть бар «Андеграунд», и именно там Ти ввязался в драку, из-за которой его посадили в тюрьму. Интересно, какую роль сыграл в этом Майлз. Я всеми силами пыталась удержать Ти от тех людей, которые могли разрушить нашу жизнь, но мне это не удалось. Такие вот дела. Интересного. А, наши старые друзья. Дома, ты меня слышишь? Я пытаюсь найти путь для тебя, но ты должен подождаться. Ну вот так-то. Мне просто стоит ставить одну ногу прямо на другую. Кстати, если мы в голову стрелись, то они становятся дезинфицированными. Вот ли завала, есть рыча. Сожми его и дверь открой. Все, до свидания. Мы заметили его. Но не поймали. Это займет несколько минут. Не зарекайтесь, капитан. Не смейте меня беспокоить, пока не схватите его. Я отключаюсь. У нас проблема. Чем-то вот они очень сильно напоминают. Из Хайфу Айфу, Тароба, вот этих вот. Я забыл, как их зовут. Блин. Ну ладно. В общем, вы поняли, о ком я говорю. Я надеюсь, что поняли. Откуда стреляют? Откуда стреляют? Эх ты, папа. Убью, гадо! Торк, ты слышишь меня? Я никогда не думал, что эти мерзавцы будут здесь. Прости, что подвел тебя. Но ты пробьешься. Я доставлю нас к Блэкмару. Обещаю. Объект под прицелом. Офигеть. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Что произошло-то? Неужели я взорвал случайно? Мы заметим его? Но не поймать. Это займет несколько минут. Не заикайтесь, капитан. Не смейте меня беспокоить, пока не заводите. Я отключаюсь. Все. Торк, ты слышишь меня? Я никогда не думал, что эти мерзавцы будут здесь. Прости, что подвел тебя. Но ты пробьешься. Я доставлю нас к Блэкмару. Обещаю. Объект под прицелом. Да? Да? Он впереди. Мы толсты, блядь. Что-то бот тупит как-то. Ай-яй-яй. Что, шутишь, что ли? Самое время пойти взять дробовик. Фух. Была сложная битва. Но мы ее выиграли. Сюда как-нибудь можно попасть вообще? Или нет? Там вроде дверка есть. Он в наших руках. Скоро мы доставим его вам. Я надеялась, что вы наконец сообщите мне хорошие новости. А это что? Я получил еще один сигнал. Идиоты. Я занята. Заткнитесь всех немедленно. Слушайте, что я с ним церемонюсь? Еще кто? А? А? А-а-а-а-а-а! Чувак, это Майлз. Ты еще там? Нужно найти Джордан. Уверен он сможет рассказать нам о Блэкмаре. Она расскажет все, что знает. Воду откачали, да, получается? Отлично. Тут все плохие. Папа! Тихо. Я здесь. Жду тебя. Нет, папа, сюда. Кто тролль маленький? Поспеши, папа. Ну давай же! Я здесь. Жду тебя. Мы все здесь плаваем. Пипец. Офигеть. Эй, я должен рассказать кому-нибудь. Я убил. Я здесь. Окей. Окей. Опять закрыто. что будешь делать приятель тебе удалось я знал что ты справишься у меня есть план порт за углом скоро джордан расскажет нам все что знает теперь давай я всегда попадал в цель еще ни разу я не потерял ни одного раба они все принадлежали мне так опять то идите вы нафиг хорошо что будешь делать хорош да блин сколько у вас что тут будет нет а а а вот Достали. Ой-ой-ой, чё я наделал? Ну, где-то в рукопашку их. Отлично. Вот теперь правильно. Мне нравится работать здесь, и кровь течет этих шлюх может случиться только так. Нет, только не это! Как ещё можно следить? Им это нравилось всем до последней. Пипец. Легенда о потрошителе. Легенда о потрошителе. В полиции нет ни одной записи о Лютере Стиквиле, но жители Балтимура помнят его и называют потрошителем. Как гласит легенда, он был сутенёром, который ненавидел женщин. Сначала он убил тех, кто на него работал, а потом стал убивать других, обладавших определённой внешностью. От его рук погибло более двухсот женщин. Меня пробирает дрожь при мысли, что он всё ещё может скрываться где-нибудь в городе. Жесть. Что ж, друзья, давайте мы на этом вторая серия завершим. Я всегда играю по правилам. Пока.